Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, 10 июня. Через два дня мы будем отмечать День России. Думаю, что в этом году мы будем отмечать его с особым чувством. Сегодня наша страна находится в трудной ситуации. Это связано с событиями на Украине. Но, как ни странно, именно благодаря этому мы вспомнили, в какой великой стране мы живем, как искренне любим свою Россию. В трудные времена мы всегда объединяемся. И это правильно. Если народ ценит свое Отечество, уважает и поддерживает его, такой народ всегда выстоит и победит. Об этом наша программа. С началом спецоперации на Украине против России развязалась настоящая информационная война, беспрецедентная по своим объемам. Фейки, направленные на дискредитацию российских военных, руководство нашей страны растут в геометрической прогрессии. Кто и где изготавливает их? Какие цели преследуют? И что мы можем противопоставить тому морю лжи, которое ежедневно выпублескивается в информационное пространство? Почему одни поддерживают спецоперацию на Украине, другие категорически против? Что ими движет? Попробуем ответить на эти вопросы. Фейки, направленные против спецоперации на Украине, это спланированные информационные атаки, война без правил, в которой нет никаких ограничений, никаких моральных и этических принципов. Основная цель – дестабилизировать обстановку в России. Главная цель фейков, наверное, дестабилизировать общественно-политическую обстановку, подорвать авторитет России на международном уровне. Дестабилизировать, дезинформировать общество и внести панику, внести панику, страх. В этой информационной войне принимают участие более 6 тысяч IT-специалистов. Каждый день на создание и распространение фейков тратится более 24 миллионов долларов США. Основными центрами разработки, создания, распространения фейковой информации являются такие страны, как Польша, Соединенные Штаты Америки и, соответственно, Украина. Россия сражается танками, Киев – фейками. Соцсети превратились в орудия совершения преступлений, разжигания межнациональной розни, ненависти, экстремизма. Телеграм-каналы, соцсети, СМИ манипулируют данными и формируют у пользователей выгодную точку зрения. Недостоверной информацией верят миллионы людей. При этом никто не отвечает за ее достоверность. Попробуем разобраться с некоторыми фейками. Один из самых важных, который навязывают всему миру, русские все выдумали. Но в Украине нет и не было никакого неонацизма, русофобии. Бомбежек Донбасса тоже не было, как не было факельных шествий в Киеве, биолаборатории. Все это ложь. А вот что по этому поводу говорят сами жители Украины, которые все видели собственными глазами. Наталья Ксенофонтова, жительница Мариуполя, до сих пор не может говорить о пережитом без слез. Нацисты есть. Нацисты, ну, нормальный человек, не наколол бы себе свастику, молодышку. Я видела таких ко мне приходили молодые мальчики, и они уже приходили в наколках все. Мы высшая раса, и все. Ее землячки Светлане запрещали разговаривать на русском языке. Иначе грозили уволить с работы. С такими, как она, не церемонились. Хотя, как оказалось, те, кто запрещал, сами прекрасно разговаривали именно на русском языке, после того, как сдались. То, что украинская армия была в городе, это да. Она с 14-го года там находилась, полгазов особенно. Они были в Мариуполе. Наш земляк Ренат Пазов с первых дней спецоперации на Украине защищал интересы мирных граждан, интересы своей страны. Много чего наслышалось от местных жителей про миролюбивых нацистов. Эти нацисты, они намного сильнее издевались над местным населением, именно над русскоязычным. Я не говорю про украинский народ. Я говорю именно над русскоязычным народом. Очень сильно издевались. Эти флаги элементарного, они флаги выкидывали, наши Российской Федерации флаги. Флаги за взятие Берлина. Их растаптывали. Это нам вот очевидцы, бабушки рассказывали, которые ветераны войны, Великой Остерной войны. Они рассказывали со слезами на глазах. И как бы нету нацизма. Сегодня Министерство воороны России – главный враг. Поэтому все публикации западных средств информации нацелены на дискредитацию нашего военного ведомства. Запасовое с окоточного оружия исчерпано. Сейчас россияне используют старые и менее надежные боеприпасы, заявляет разведка Великобритании. И ведь некоторые этому верят. Это неправда. У нас одно из самых лучших оружий на самом деле. Танки самые лучшие. Т-72Б3М, модернизированные танки, которые с вероятностью почти на 99% бьют куда надо. В первую очередь задача таких фейков – принизить боевой потенциал нашей армии, сломить дух наших воинов. История многочисленных войн и военных конфликтов убедительно доказывает, что победа в сражениях куется не только силой оружия, но и силой морального духа его солдат. Кто борется за правду, тот всегда находится в меньшинстве. Но тем не менее, как я уже сказал, наше дело правое, мы победим. Кто обстреливал и продолжает обстреливать мирное население Донбасса – это очень важный момент. Кто обстреливает, тот военный преступник. Западные СМИ твердят – это делают российские войска. Мы жили на перекрестке постоянно. И постоянно там у нас получалась развязка транспортная с одного завода и с другого. И мы на этом перекрестке жили. И вот каждое утро выезжает танк. И начинает в хаотичном порядке, вот через дом, через два, начинает обстреливать пожилым домам. Именно пожилым домам. И потом начинается планомерный расстрел поселка. То есть они даже не скрывали, они говорят, мы сдохнем, и вы вместе с нами сдохнете. Самое страшное было, ну вот когда воды не было, заканчивалась вода, и приходилось даже вплоть до того, что собирали снег, дождь, когда шел, вот хорошо, что дождь шел, мы ведра там подставляли, миски все, что находили, емкости подставляли, собирали, то снег, то дождь. А потом нашли родник один там возле моря. И вот когда мы ходили за водой, попадали, попадали, как раз начинался обстрел, и вот это над тобой летит такие там грады, мины, и ты просто падаешь на землю, и лежишь, молишься, думаешь, господи, ну хоть бы не прилетело, и не разорвало тебя, или что-нибудь не оторвало. Вот это было самое страшное. Информационная война против России спланирована тщательнее, чем собственно военные действия. Всему миру внушают. Взаимные обмены ударами артиллерии привели к разрушениям городов и гибели мирных жителей на Украине. Поэтому российские солдаты для жителей Донбасса не освободители, а захватчики. И то, что местные жители встречают их с влагами и цветами, пропагандистка убка. Мы когда в город заехали, не в город, а в деревню заехали, танк, получается, мы во двор поставили, дабы оборонять позиции. И мужик соседнего двора нам принес кусок хлеба. И говорит, солдаты, покушайте. А я мельком так увидел в подвале человека. И туда в подвал пошел. А в подвале его дети сидели. Дети, три ребенка и жена до сих пор прямо перед глазами стоят. И этот человек забирает у своих детей и нам отдает этот хлеб. И как вы думаете, они нас встречали с ненавистью, если последний хлеб отдавали. И таких случаев много было? Таких случаев уйма было. Кто-то, бабушки выходили у нас элементарно. Ну, кто сало кушает парням, они им сало давали, хлеб давали, лук давали. Там, ну, все, что в доме есть, они всем раздавали, делились с ними. У нас народ просто, получается, они же сидели под завалами. И когда входили в ТНР, российские войска, и они их откапывали. И, получается, доставали прямо детей оттуда, как бы всех женщин, мужчин. И люди обнимали и плакали. Мы имеем дело с глубоко продуманной и хорошо организованной дезинформационной компанией, за которой стоят очень большие деньги. Украинские и американские СМИ пичкают россиян пропагандистской ложью. Это провоцирует рост паники, упаднических настроений, неуместной критики в адрес собственной страны. Как правило, те, кто выступает против политики своего государства, это жители крупных российских городов в возрасте до 30 лет, имеющие высшее образование. Так говорит статистика. Они не готовы к резкому снижению качества жизни, не уверены в финансовой стабильности и боятся длительной конфронтации. Эта молодежь привыкла жить здесь и сейчас. Для нее комфорт априори ассоциируется с Западом, с нормальной жизнью где-нибудь в Ницце, Амстердаме или Нью-Йорке. Их кумирами являются те, кто достаточно хорошо представлен в информационном поле. Юрий Доть, Николай Суболев, музыкант Эльдар Джохаров и шуммин Алишер Мандгенштерн. То, что они говорят, тем более все то, что они говорят, это заранее проплаченное, они за это получают деньги, они просто отрабатывают свои деньги. Ну, во-первых, на мой взгляд, личный взгляд, это прежде всего предательство, потому что нельзя, какая бы страна была бы, нравится она тебе, мне нравится, это твоя страна, это родина, ты обязан этой родине тем, что ты на ней вырос, всему тому, чему они имеют, они обязаны этой родине. Поэтому они просто отрабатывают деньги. Все эти блогеры активно продвигают деструктивный антироссийский контент, а заодно очень хорошо зарабатывают. Только за последние 4 года YOLA Labs LPD перевела на счета 200 российских блогеров около 500 миллионов рублей и 5 миллионов долларов. Я бы им ничего на это не говорил бы, я бы их просто-напросто отвез бы на аллею ангелов и спросил, а куда вы смотрели все 8 лет? Куда вы смотрели 8 лет? Больше 900 детей было убито. Не просто там они погибли в несчастных случаях, их планомерно убивали. Целых 8 лет войска и боевики-националисты Украины обстреливали города и поселки Луганская Донецкая Республика. Однако наше агрессивно-прогрессивное интеллектуальное меньшинство все эти годы не замечало и не хочет замечать аллею ангелов в Донецке, где похоронены погибшие дети. Не замечало убийств мирных жителей, страданий живущих под постоянными обстрелами граждан. Людей очень много пропадало. Допустим, у нас, где мы покупали постоянно автозапчасти, получается, сын с отцом пропали, а потом говорили, что пытали сына на глазах у отца, но его до смерти отец с ума сошел. Забирают молодых девочек 13, 14, 15 лет. Именно со школ забирают, перед школами стали бритоголовые, так скажем. Они их забирали, неделю-две насиловали, их привозили, обратно выкидывали к мусору. Это нам бабушки рассказывали, именно конкретно чьи это внуки либо чьи это дети нам рассказывали. Сегодня информационная борьба приобретает всеобщий масштаб, массовый характер, идет борьба за умы обычных людей. И надо понимать, что сейчас на Украине идет не просто спецоперация. Сегодня на Украине Россия фактически воюет со всем миром за право своего существования, за право жить по своим нравственным и духовным законам. Говоря о наших традиционных ценностях, мы, конечно, прежде всего говорим о семье, потому что семья является тем необходимым фундаментом, на котором строится любое социальное общество. Нам говорят, нужно признавать однополые браки, вместо папа и мама говорить родитель номер один и родитель номер два. А мы вместо этого не разрешаем гей-параду, запрещаем однополые браки и считаем верность, преданность и любовь семье главным слагаемым счастьем. Россия всегда имела свой собственный путь развития. Мы всегда отличались от западных стран, от иных стран. И у нас всегда было свое идентичное, скажем так, направление в развитии. И именно это, возможно, не устраивает западные страны. То, что мы, Россия, не принимают многие вещи, которые уже принял Запад. И, соответственно, как бы это формирует некое отрицательное отношение к России, к жителям России. В какой стране мира можно просто позвонить другу и прийти к нему в гости, просто потому, что хочешь увидеть его? И не надо предупреждать его заранее об этом за два дня. Ни в какой, только в России. В какой стране внуки самое главное сокровище, с которыми бабушки и дедушки с удовольствием будут возиться часами? Только в России. Где еще на Пасху христиане несут своим соседям-мусульманам крашеные яйца и куличи, а те, в свою очередь, на свои праздники несут на волокумы и сладости. Нигде. Только в России. И только в нашей стране мы до сих пор можем запросто помочь соседу, если ему понадобится наша помощь. Нам даже в голову не придет попросить за это денег. Поэтому и воюет с Россией весь Запад. У нас свой мир. Мы принципиально не приемлем ценности, которые сегодня навязываются теми, кто претендует на мировую власть. Гей-парады, ЛГБД-сообщества, однополые браки и другая дрянь. Такие нормы и ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при каких условиях. Ведь речь идет об изменении самой сути человека. Это морально-нравственные установления, которые необходимы не потому, что так считает большинство, а потому, что отказавшись от этих морально-нравственных ценностей, перестанем быть обществом, перестанем быть нацией. Ценности, проверенные временем, которые всегда отличали народ нашей страны, приоритет духовного над материальным. Историческая память и преемственность поколений, справедливость, милосердие и взаимопомощь, мужество и патриотизм, беззаветное служение своей Родине. К нам пришло понимание. Мы нечто большее, чем просто страна, государство. Россия – это отдельная цивилизация, в которой есть место всем народам. И все они – важная, неотъемлемая часть огромной страны. Может, оттого и теряются аналитики недружественных стран, догадка. Почему ни давления, беспрецедентных санкций, неагрессивная информационная война не достигли главной цели – разобщить российское общество. Напротив, россияне все активнее поддерживают главу государства и задачи специальной военной операции на Украине. Это связано не только с настроением людей, но и с той политикой в мире, которая происходит и которая обнажила очень многие вещи, вопросы, которые раньше были скрыты. И, наверное, наше извечное желание превозносить культуру, значимость, политику других стран, других народов и абсолютно не разучились уважать собственную страну, обычаи и все. И то, что сейчас происходит вокруг России, наверное, позволяет людям посмотреть на себя по-другому и вспомнить про уважение к собственной культуре, к собственной нации. Как вы считаете, выстоит Россия? Выстоит, конечно. Раз в сто лет нам напоминают о нашей самоценности, о нашем уважении. И когда мы растворяемся, когда мы пытаемся ассимилироваться со всем окружающим миром, общностью, забывая про ценность своей культуры, ценность своей нации, я сейчас говорю в общем про Россию, а не про отдельные национальности, нам об этом напоминают. Вспомните, уважаемые, что вы что-то значите, что вы ценны, что вы уважаемы и цените то, что вы имеете. Поэтому выстоит, конечно. На всех исторических этапах героизм воинов был неотъемлемой частью величия России. Кузница российского воинства, армия. Все российские солдаты, которые находятся на спецоперации, сознательно рискуют своей жизнью, своим здоровьем ради нас. Они все для нас герои, настоящие герои. За проявленное мужество Ренат Пазов, участник спецоперации на Донбассе, награжден медалью за отвагу. В бою за Мариуполь танк под управлением старшего лейтенанта Пазова был подбит прямым попаданием из гранатомета. Несмотря на ранения, офицер вывел свой экипаж в безопасное место. Едва набравшись сил, он снова возвращается на передовую. Я отговариваю, он вообще слушать не хочет. А что он говорит? Все равно я поеду. Мои друзья, мои братья там, я их не могу оставить. Я Аллахом просила, он вообще не хочет. Даже мама говорит, не проси. Я тебя очень люблю. Ну не проси, ну такой, не проси. Я не могу их там оставить. Я к своим боевым товарищам поеду обратно. Я хочу там быть среди своих боевых товарищей, потому что там остались братья, которые воюют. Я хочу до конца завершить начатое. Я пошел ради своей родины, которая защищает именно гражданское население, мирных жителей. Ну убьют. Значит, у меня судьба такая. Я военнослужащий, который будет идти до конца. Россию не раз пытались поставить на колени, а мы снова и снова обставали. Пытаются ее согнуть и сейчас. Россию показательно наказывают по всем направлениям. В экономике, в спорте, в культуре. Может, это и сыграло бы свою роль, если бы речь шла о другой стране. Но в отношении России все эти санкции привели к обратному эффекту. Если сейчас обратиться к тому же ТикТоку, посмотрите, какой там высокий подъем патриотизма среди молодежи. Каждый из них пытается сказать, что я русский, если вы не любите Россию, отпишитесь от меня. То есть, в данном случае эффект имеет прямо противоположный смысл. У нас молодежь все-таки достаточно грамотная и умная. Они любят свою родину и они понимают, что происходит. Мы выступали в челленджах, мы писали письма военнослужащим, клеили наклейки на машину. У меня даже на машине лично есть наклейка за наших. Наше общество среди молодежи, оно наоборот соединилось, сплотилось воедино. С начала спецоперации мы даже стали дружнее, чем мы и раньше были. Мы все разной национальности, но мы все россияне. Мы не делимся и не будем делиться. Я горжусь своей страной тем, что мы никогда не сдаемся, идем до конца, своих не бросаем. Сегодня такая позиция актуальна абсолютно для всех поколений россиян, включая самых юных. Мы это осознали и в очередной раз поняли именно благодаря спецоперации. Когда мы фотографировались буквально не так давно в заключении учебного года и предлагается всегда для улыбки детворе сказать, что там сыр, чиз обычно там кричат какие-то слова интересные. И вдруг мои дети закричали «Путин!» Я так испугалась, думаю, мамочки, почему Путин? Я обратилась к ним, говорю, ребят, почему Путин? Потому что мы любим и уважаем своего президента и мы поддерживаем его во всем. И для меня это было неожиданно. Оказывается, среди молодежи таких вот маленьких детей тоже есть вот такие патриотические нотки, которые поддерживают нашего президента и нашу страну. Соня Жвагина всего 10 лет. Но с начала спецоперации она поставила себе на аватарку в телефоне портрет Путина. Потому что мы любим свою страну и гордимся ей. Вместе с плачим братом Соня встает, когда слышит гимн России. Взрослые об этом даже не напоминают. Так же поступает ее одноклассник Елисей. Потому что наша Россия самая сильная страна. Мы ее все любим. И сейчас на войне где-то воины отдают свою жизнь для нашей страны. Вот и получается, что прав был наш великий поэт Федор Тютчев, когда сказал «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. А мы и верим». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова